ДТП с участием трёх автомобилей случилось на трассе Москва-Челябинск. На месте сразу образовалась огромная пробка. Регулировать движение пришлось сотрудникам ГАИ. Подробнее об этом и других авариях расскажет наш корреспондент. Дорогу не поделили две Тойоты и Ниссан. Из-за столкновения на этом участке возникла пробка. Инспекторы ГАИ сразу ввели реверсивное движение. К счастью, в аварии никто не пострадал. Сейчас полиции выясняют все обстоятельства. Девушка чудом осталась жива после столкновения с фурой. ДТП произошло на трассе М5 около Сима. По предварительным данным, Лада Калина под управлением 21-летней девушки столкнулась с большегрузом. Судя по кадрам, отечественная легковушка превратилась в груду металла. Но, к счастью, девушка жива. Сейчас она находится в больнице. Это ДТП произошло на Комсомольском проспекте. Там маршрутка столкнулась с двумя легковушками. Возможно, автомобили не пропустили общественный транспорт при выезде со двора. Нарушил правила, устроил аварию и попытался скрыться. Челябинцы ищут свидетелей ДТП на перекрестке улиц 250-летия Челябинску и Макеева. Девушка рассказывает, что ее супруг за рулем Тойоты ехал на зеленый. Но в какой-то момент ему пришлось въехать в ограждение. Виной тому стала Газель, водитель которой совершал разворот на красный сигнал светофора. И чтобы избежать столкновения, водитель легковушки резко вывернул руль, но въехал в забор. А вот водитель Газели, заметив это, скрылся. Челябинец догнал виновника аварии. Но доказать его нарушение не удалось. Теперь девушка ищет свидетелей столкновения, у которых есть запись видеорегистратора. Волга загорелась на одной из улиц Южноуральска. Очевидцы говорят, что в автомобиле был установлен баллон с газом. Но, к счастью, взрыва не произошло. Приехавшие вовремя пожарные успели ликвидировать пламя. Пострадавших нет. Челябинский неизвестный водитель за рулем отечественной легковушки решил пересечь улицу вместе для пешеходов. На кадрах видно, как белая Жигули движется по пешеходному переходу вместе с челябинцами. Почему мужчина не стал ждать разрешающий сигнал светофора на проезд в же части, а решил проехать по Зебре, неизвестно. Впрочем, недовольный таким маневром шофер отечественного авто показал неприличный жест.